Обрезать нельзя, оставить. Где поставить запятую в этом предложении? Вопрос разделил общество на две половины. Тех, которые возмущены кронированием деревьев и тех, кто согласен с позицией специалистов о том, что это необходимая санитарная мера и мера безопасности. Вот уже больше недели тема обсуждается в социальных сетях. Сегодня об этом говорили и в городской администрации, к чему пришли в материале Галина Григорян. Спилить полностью, оставить часть кроны или только ствол дерева. Вопросов много, так же, как и мнений. Плановая обрезка деревьев во Владикавказе вызвала большой общественный резонанс. Общество разделилось на две половины. Эту встречу не могли пропустить ни те, ни другие. Эти тополя могли бы еще жить, ну как, столетия запросто. И видеть их пни сочные, чистые, гладкие, мне, леснику, во-первых, удивительно, а во-вторых, сердцу больно. А эти тополя спилены были вдоль реки Тереков, непосредственно на набережной. Основной фронт работ пришелся на центральный парк. Не так давно здесь появился каток. В администрации города поясняют, чтобы предотвратить несчастные случаи, провели плановую обрезку аварийных и сухих деревьев. Каток, который мы когда установили, то на самом деле те деревья, которые были аварийные, они на самом деле представляли угрозу детям, взрослым, всем, кто гуляет в парке. В парке на тот момент, когда мы его начинали делать, тоже была произведена вырубка и обрезка. Это было согласовано со специалистами природы, хотя, повторюсь, что наш специалист столько лет там проработал. Никакого регламента нарушено не было. Эксперты, экологи, общественники и активисты. Разговор получился эмоциональный. Вопросы возникали не только по поводу срубленных деревьев, но и по кронированию. Там оставили от деревьев только стволы. Есть ли там омолаживающий обрезок? В сезонной обрезке деревья в формировании укрон и санитарной очистки ежегодно, по словам Тамерлана Фарниева, привлекаются специалисты. Они определяют фронт работы, процентное соотношение. На протяжении многих десятилетий, отмечает глава администрации, принцип и подход не менялся. В качестве подтверждения показывает фото. В 35-й год. Не думаю, что в 35-й год, знаменитые годы, не думаю, что. Вот фотография, которая, такое ощущение, что это было сделано вчера. Но я знаю, что если эта фотография одинаковая, значит, мы правильно ее сделали, обрезок. В принципе, это как, не знаю, две одинаковые фотографии. Сезон обрезки только начинается. Впереди большой объем работ. Собравшиеся обсудили и этот вопрос выслушали мнение экспертов. Я видел парк уже обихоженный. Единственное деревья, которые мне там показались, нуждаются в срочном эстетическом уходе, это плакучие ивы над прудами, которые надо срочно, кардинально омолодить, с еще более ужасной обрезкой, чем сейчас возмущаются люди. Практика показывает, что глубокая фундаментальная обрезка ивы Вавилонской, как ее многие называют плакучей, ивы Вавилонской, дает великолепный результат, особенно над водой. Специалисты выразили готовность помогать администрации на всех этапах. Главная задача – сохранить зеленый фонд города, приумножить его. Актуален вопрос безопасности. 2 июня прошлого года на детской площадке в Тургеневском сквере на 9-летнего ребенка упало дерево. В результате мальчику были причинены множественные телесные повреждения. Буквально на дня прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления благоустройства и озеленения МС Владикавказа. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Такие случаи необходимо свести к минимуму. Галина Григорян, Игорь Ватиховский, Новости Осетии.